Очень интересная тема, как все-таки, что делать после открытия НКО, мы не зря взяли этот вопрос, потому что очень много приходит к нам запросов, вот именно на эту тему, да, то есть как открыть, мы уже знаем, а вот что делать после, это всегда головная боль. Вот, кто-то с ней легко разбирается, кому-то нужна пошаговая инструкция, и, собственно, мы решили дать вам те ответы, которые вам нужны именно на этот вопрос. Сегодня с нами работает наш новый консультант Эльбира Владимировна, вот, она является пугалтером соцсажем, вот, и сейчас работает также по сектору НКО совместно с нами. Вот, сегодняшнюю площадку будет вести она, вы сейчас с ней познакомитесь, и, собственно говоря, после всего изложенного, если будут вопросы, фиксируйте какие-то моменты, да, можно будет в чате писать вопрос, можно будет ручку поднять, с вами переговорят, да, вот, либо задать вопрос после того, как мы уже во всем расскажем. Вот, поэтому я сейчас передаю слово, в принципе, Эльбире Владимировне, и мы начнем, да, и перейду сразу после этого на демонстрацию экрана. Добрый день, коллеги. Коллеги, если будут какие-то сложности, так как платформу мы с вами только копуем, вы нам, пожалуйста, об этом можете прям микрофоником как-то сообщить. Вот, сейчас у нас первый слайд, и, как бы, должно все листаться по порядку. Коллеги, если будет листаться задержка, вы говорите, я буду немножко повредить. Там снова загрузка идет, ну, я на половине, которую я сказала, немножечко задержка. Тема сегодня нашего семинара, что делать после открытия НГО, первые шаги финансового выношения. Когда вы получаете документы из налоговой службы о регистрации вашего некоммерческого организма в качестве юридического лица, далее вам необходимо пойти регистрацию в пенсионном фонде и фонде социального страхования. С 2021 года юридические лица, которые проходят страхование в этих органах, самостоятельно уже не обращаются ни в пенсионный фонд, ни в фонд социального страхования. Юридические документы ваших, все устав, выписка из единого госрегистра юридических лиц, руководителя паспортной данной, обязательно электронная почта, которую вы предоставляете в налоговую инспекцию, автоматически выгружается файлом в фонд социального страхования и в пенсионный фонд. Далее все эти проходят в процедуру регистрации в течение 3-5 дней, и информация с пенсионного фонда и фонда социального страхования поступает обратно в налоговую инспекцию. Дальше проходит еще 3-5 дней, и налоговая инспекция выгружает заново эту информацию о выписке, где она прогружается, и далее, то есть получается суммарно в течение 7-10 дней в выписке попадает в ваши сведения с пенсионного фонда и фонда социального страхования, то есть ваша нумерация в качестве страхователя. Контактная информация для вас в лице для работы в пенсионном фонде указана на слайде. Находится пенсионный фонд на улице Василенко, 20, работа с юридическими лицами по телефону 202-400 в понедельник и по пятницу с 8 до 15 часов. Приходить к пенсионным фондом можно лично, у них стоят информационные терминалы, где вы берете талончик по обслуживанию юридических лиц, и обращайтесь к специалистам, они в кратчайшие сроки, то есть там ожидания в принципе бывают 15-20 минут, не больше. Специалисты вас обслужат, если вы захотите получить регистрационный номер побыстрее, чем в выписке, то можно обращаться лично с заявлением в свободной форме, которую они вам предоставят, и вам на месте выгадут ваш номер. Такой же процесс и в фонде социального страхования. Если вы хотите получить выписку, а по присвоению вам номера регистрационного, вы приходите в отдел регистрации, кабинет 102 на улице Горького, 15, группа 1, пишите заявление, и вам выдают номер страхового, страховой номер, на котором вы будете ее учислиться в учете в фонде социального страхования. Это что касается регистрации в фондах. Ранее самостоятельно руководители вашего фонда и некоммерческой организации ходили с полным пакетом документов на получение регистрационных номеров. Длительный процесс был, конечно, непонятно было кому-то, откуда в первую очередь, и фонд социального, или в пенсионный. Сейчас это все намного упростили. Спасибо нашему государству. Далее. Когда вы получили все номера регистрационные, вы новое учреждение, вам, соответственно, нужно открыть расчетный счет в банке. Я для вас сделала здесь порядок открытия на примере Сбербанка. То есть здесь, когда вы получили все документы, у вас есть все выписки, руководитель приходит, берет соответствующие документы и идет в банк. При себе, значит, руководитель должен иметь обязательно паспорт, оригинал, печать, выписку, учредительные документы, то есть это устат, оригинал или копия, заверяется обязательно нотариально. Если банк заверяет самостоятельно, значит, вы берете оригинал и идете в банк. Вторым пунктом это выписка из единого госреестра юридических лиц, которые вы как раз-таки получаете в налоговой инспекции. Берете за оригинал, заверенный ФНС, либо, как сейчас действует ФНС, если у вас есть бухгалтерия работающая, действующая через электронные каналы связи, вы можете взять выписку с печатью, оттиском печати, электронно-цифровой подписи и федеральном налоговом СМС. Также, когда вы обращаетесь в банк, нужно обязательно сделать карточку образцов подписей всех лиц, которые могут иметь право подписи, ввиду отступок в банковскому счету, и оттиск печати. На карточку обязательно берется по форме банка, потому что они могут разниться у всех банков. Кто-то может свою издать карточку, но в основном у них унифицированная форма, утвержденная Центробанка. Карточка обязательно заверяется у нотариально, либо в присутствии полномочного лица в банке. Следующим документом – информационное следование клиента по форме банка. Она размещается в основном на сайтах банка, либо вы идете в банк, введете этот документ, заполняете его соответствующим образом. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей, либо уполномоченных распоряжаться денежными средствами. Это ваши документы, где вы назначаете руководителя, либо заместителя руководителя. То есть здесь вы заверяете этот документ уже нотариально, либо в банке лицом, которое уполномочено заверять именно в банке. Дальше документы, подтверждающие полномочию единоличного исполнителя органа юридического лица. То есть если у вас руководитель представлен единственным в числе, он же является учредителем, значит, это будет приказ на него назначение. Документы, удостоящая личность, как я вам говорила ранее, это паспорт руководителя, с которым он идет в банк обязательно. Следующий пункт у нас идет, дополняйте подтверждающий состав тех органов управления. То есть это реестр вы составляете, кто входит у вас в орган управления, и также его доверяете, если нужно будет это для банка. Вот здесь я вам указала конкретно, что нужно руководителю иметь при себе, помимо тех пунктов, которые есть, личное присутствие, документ, позволяющий идентифицировать паспорт. В основном это только паспорт себя и печать. Если назначает лицо, которое будет за него открывать, значит, должно быть обязательно доверенность, это реально заверенная паспорт для лица, который будет осуществлять его полномочия. Дальше мы смотрим дальше. Вы открыли, зарегистрировались в налоговой инспекции, получили номера в пенсионном фонде, получили номер регистрационный в фонде социального страхования, открыли лицевой счет в банке, получили номер счета, доступ к нему, изготовили ключи к проведению операции по лицевым счетам в банке. Дальше вы начинаете задуматься, что же мне делать дальше. Для всех юридических лиц федеральным законом о бухгалтерском учете от 2011 года 402 ФЗ под пунктом 1 статьи 6 законодатели определили, что экономический субъект обязан ввести бухгалтерский учет. Под пунктом 2, пункта 4 статьи 6 говорится, что упрощенный способ введения бухгалтерского учета, включая упрощенную финансовую отчетность, право применять, если иной, не установленную стоящую статью, следующий экономический субъект. Я здесь отрезала, то есть некоммерческие организации имеют право применять упрощенный порядок введения учета. То есть вы не ведете полностью весь учет, от и до, начиная от касты, заканчивая отчетностью. Кастоваться явно не будет, потому что вы некоммерческая организация, работать можно только через лицевой счет. С чего начинаем? Приказ 106 Н от 6 октября 2008 года в утверждении положений по бухгалтерскому учету, в том числе положений по бухгалтерскому учету 1 на 2008, указано, что учетная политика – совокупность введения экономических субъектом бухгалтерского учета. Некоммерческая организация в обязательном порядке формирует свою учетную политику, руководствующуюся действующим законодательством Российской Федерации бухгалтерскому учету федеральными отрисовыми стандартами, в нашем случае это положение бухгалтерскому учету. При формировании бухгалтерской учетной политики вы можете ее разделить на бухгалтерскую и налогу. Чем отличается бухгалтерство? В бухгалтерском учете вы отражаете факт хозяйственной жизни вашей деятельности. То есть это приобрели вы карандаш, ручку, счет уставного капитала вам внесли, допустим, ноутбук, на котором вы будете работать, либо краску купили вы для какого-то ремонта. Налоговый учет – это налоги. То есть здесь налоги, если вы будете платить, упрощенная система, это относится к учетной политике с целью налогового учета. Заработная плата, то есть налоги, начисляемые на оплату труда, договоров ГПХ, налоги земельные, имущественные, транспорт. В случае, если у вас будет транспорт, вы расшифровываете в учетной политике для налогового учета. Для чего необходима учетная политика и как она ведется? Учетная политика применяется последовательно из года в год. Вы ее разрабатываете, утверждаете на один календарный год. Разрабатывается она бухгалтером, который имеет обязательно экономическое образование, утверждается она руководителем, организацией. Здесь вы прописываете, каков порядок ведения учета материалов. Вы его купили, вы хотите его провести в учете, то есть отразить факт хозяйственной жизни. Здесь можно конкретно указать, что купили вы его на основании счета, принимаете к учету на основании товарной накладной. Какие-то операции делаются, что является принятием этого объекта к учету. Внесение изменений в учетную политику осуществляется исключительно на основании действующего законодательства. То есть когда у нас вносятся изменения в какое-то либо положение в оплате, в положение по грандовскому учету, вы в обязательном порядке вносите изменения в учетную политику. Разрабатываете, допустим, если вам удобно вести учет, допустим, 10 счетов можно разбить по кругу счета. Первый, допустим, 10.1 – это материалы. 10.2 – это могут быть канцелярские товары. То есть здесь вы разрабатываете даже свой план счетов, как вам удобно это сделать. Учетная политика. Следующее. То, что касается налогового учета. Я не говорила про бухгалтерский учет, налоговый учет. Обязательно учреждения, которые ведут учет, при расчете заработной платы вы рассчитываете налоги на социальное страхование, обеспечение, НДФЛ, платежи в пенсионный фонд расчет, в фонд социального страхования, в фонд федерального медицинского страхования. Это вы все отражаете в учетной политике для целей налогового учета, где прописываете, в каких формах вы его сдаете, какой период отчетный у вас, в какие квартальные периоды вы сдаете и так далее. Значит, если касаемо форды расчета 4ФСС, которым вы сдаете фонд социального страхования, она оформляется в программном продукте, то есть где у вас ведется учет, где же квартально сдается в пенсионный фонд социального страхования на бумажном или на электронном носителе. Вообще сейчас все сдается в электронном виде, независимо от того, 10 вас человек, их 100 человек или 1. Это очень удобно, вам не нужно никуда ходить. Сразу программа вам, вы загружаете отчет в программу, программа просчитывает все контрольные соотношения, показывает, где у вас есть предупреждения, есть где-то критические ошибки, которые она позволяет, соответственно, исправить, еще не доходя до отправки документов в сам, соответственно, орган. В фонд социального страхования мы сдаем отчет на сей же квартале. Первый квартал мы должны были сдать в электронном виде 26 апреля, полугодие мы будем сдавать 26 июля, 9 месяцев, 25 октября. За 2022 год мы будем сдавать 25 января. График может плавать в зависимости от того, выпадает ли указанная дата на выходной день. Если выпадает на выходной день, значит, это будет следующий день после выходного. Еще есть такой нюанс. Если вы сдаете срок отчетности 25, допустим, числа, не откладывайте на последний день, на 25, потому что через каналы связи отчетность может доходить до 5 дней в фонд. То есть, если вы сдали 20, то она может пройти в фонд 25. Это будет считаться днем сдачи в вами. Если вы сдаете 26, она задерживается, упадет даже на 27 числа в любой орган, у вас считается просрочка сдачи отчетности, выставляется штраф. Они, конечно, не настолько большие, но не нужно было бы купить лишние траты денежных средств. Дальше. Пенсионный фонд, когда вы устраиваете на работу сотрудников, пусть они работают либо по трудовому договору, либо по договору должности правого характера, у вас с ними, как говорится, есть трудовые отношения, есть отношения в рамках законного правого характера. Когда вы сдаете отчетность, начисляете заработную плату, соответственно, у вас произникает обязательство сдавать форму в СЗВМ. Она предоставляется в ПФР ежемесячно, не подними 15 числа месяца, следующего за отчетность. То есть, если у вас человек пришел на работу 3 апреля, заканчивается апрель месяц, расчисляется заработная оплата, вы перечисляете налоги, и до 15 мая вы должны сдать форму в пенсионный фонд. Соответственно, если форма не сдана, опять возникает вокруг штрафа и так далее. Форма, она небольшая, она совершенно несложная. В ней отражается дата принятия человека, сотрудника на работу, либо по договору, либо трудовой договор. ВПХ, указываются сроки его работы и зачисляется стаж. Следующая форма СЗВ-стаж. Здесь ежеквартально мы сдаем эту форму ежегодно на 1 марта. То есть, здесь попадают сотрудники, которые проработали у вас год. Она является итоговой формой СЗВ-М. То есть, ежемесячно вы сдаете, по итогам года вы сдаете СЗВ-стаж. И СЗВ-ТД, то есть, эта форма сдается, что вы подтверждаете старший работник в вашей организации. Также эта форма СЗВ-ТД предоставляет сотруднику при его увольнении в обязательном порядке. Сдается форма СЗВ-ТД ежеквартмесячно до 15-го числа. Когда сотрудник увольняется, вам необходимо дать непозрение следующего рабочего дня, когда сотрудник уволен. Дальше мы перейдем к упрощенной системе налогообложения. Поскольку в основном все некоммерческие организации регистрируются в налоговом органе и выбирают систему упрощенного налогообложения, мы с ней начнем. Когда вы регистрируетесь, вы подаете заявление в установленной форме в налоговый орган о выборе системы налогообложения. Если вы не подали этого заявления вместе с документами на регистрацию, это не беда. Вы в течение 30 дней с момента госрегистрации имеете право подать налоговое заявление о выборе формы упрощенной системы налогообложения. Форму налогообложения в упрощенном режиме применяется, если у вас менее 130 человек сотрудников, доходы составляют менее 200 миллионов рублей за год и остаточная стоимость основных фондов, то есть это машинное оборудование, менее 150 миллионов. Все здесь попадают в любом случае, потому что когда организация маленькая, новая, созданная, она не будет. Значит, для организаций, применяющих упрощенную систему нового обложения, отменяется единый налог по упрощенной системе, отменяет налоги на прибыль организации, за исключением некоторых видов доходов, дивидендов, например, налога на имущество и налога на добавленную стоимость. Переходить на упрощенную систему нового обложения вы можете раз в год, подав заявление соответствующее о переходе. Объектами налогообложения по упрощенному варианту налогообложения являются доходы по отставку 6% и доходы минус расходы под 15%. Здесь нужно просчитывать, какие доходы вы получили, какие расходы вы произвели. Что выгоднее вам будет, то вы определяете своей налогооблагаемой папой. В сроке предоставления отчетности для упрощенного режима налогообложения определены первый квартал, полугодие, 9 месяцев и отчетный период налоговый этап год. В движении квартально вы предоставляете налоговую, оплачиваете авансовые платежи по упрощенному режиму налогообложения, примерно рассчитываете налоговую базу и вносите 1,4 платежа в соответствующий бюджет. То есть это упрощенный режим налогообложения относится к местному налогу, поэтому оплата его происходит в доход местного бюджета, то есть в городской бюджет. Декларацию по упрощенному режиму налогообложения юридические лица предоставляют за истекший налоговый период, не позднее 31 марта. Оплата налога производится в этот же период. Соответственно, декларацию подали в день 31 марта, 31 марта сумму оплатили, но желательно оплачивать суммы и налоги, отправлять декларацию и плачивать налоги слегка заранее. То есть у вас год закончился, старайтесь аккуратненько сдать это все в январь, в январь и не тянуть до последнего периода. Ну, в принципе, налоговая декларация. Дальше у вас существует, помимо декларации в налоговую, декларации в фон социального страхования, декларации в отчетность предоставляется в территориальный фонд государственной статистики. Заходите на сайт Амурстата, в раздел респондента, формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской финансовой отчетности, находите раздел поиск форм по идентификационному номеру налогоплательщика, увидите окошечки запомнить ИНН, УГРН или по названию, забиваете ваше ИНН, нажимаете ввод и пролистываете вниз странички, увидите все формы, которые у вас приведены. Мы же открывали, да, здесь? Сейчас я покажу. Так, ну вот здесь наглядный. Так, вот территориальный уровень, сам сайт, находим в раздел респонденты, форма федерального статистического наблюдения и форма бухгалтерской финансовой отчетности, заход, узлашли в нее и видим в страху поиск форм по идентификационному номеру налогоплательщика. Система нас направляет в форму сдачи отчетности в электронном виде. То есть здесь мы видим, можем указать ОКПУ организации ИНН, либо УГРН, юрлица или индивидуальный предприниматель. Мы указываем по ИНН, нажимаем кнопку «Получить». Далее мы их ставим вниз и видим, какая наша организация, ИНН, УГРН, АКАТО все наши, коды статистические, которые мы будем принимать при издаче отчетности, потому что может быть несколько ОКПУ, по которым мы сдаем отчетность. И видим, что наша организация сдает форму 1 ПР, приостановка, забастовка, месячная, годовая, 11 краткая сдается, годовая, 1 услуги, если вы оказываете какие-то услуги, 3 Р, просроченная до должности зарплаты, 3 форм, П4, средняя заработная плата и численность, П2, сведения об инвестициях, это превратение основных средств, и П2 инвест, годовая, то есть итоговая за год. Если у вас не было забастовок, просрочек выплаты зарплаты, вы не приобретали информационное оборудование, не приобретали объектов, имущества, таких как компьютеры и так далее. Все, что касаемо формы 3 инвест, П2 инвест, это П2 инвестиции, форма сдается, титульный лист заполняется в обязательном порядке, указываются все реквизиты, но внутри отчета построчным вы ее оставляете пустой. Ранее можно было до 2021 года сдавать отчет, вообще не сдавать отчетность, писать письменное обращение в фонд Амурстата, а не предоставление отчетности в связи с отсутствием показателей. С 2021 года Амурстат требует незаполненной формы, кроме заполнения титульного листа, иначе форма считается не сданной, ну и опять-таки возникает штраф. Штраф у них колеблется от 3 до 5 тысяч за не сданную форму. То есть пустая форма стоит, штраф 3,5, выгоднее ее сдавать. Ну, вроде так еще отчетность. Сейчас мы рассмотрим различия в общем режиме налогообложения и ее упрощенной форме. Коллеги, ответьте, пожалуйста, видно вам табличку, чем отличается ОСН от ОСН? Коллеги, вы с нами? Лен, очень мелко. Видно, наверное, мелко. А, мелко. Так, а табличку именно чем отличается ОСН? ОСН или другую видно? Наверное, другую, да? Сейчас, секундочку, мы поменяем демонстрацию. Сейчас должно быть крупно. Экран должен быть видно. Коллеги видно? Да, сейчас видно. Смотрите, когда вы проходите регистрацию в налоговом органе, вам автоматически присваивается общий режим налогообложения, который я говорил. Для перехода на упрощенную систему вы подаете либо сразу при регистрации ее лица заявление, либо в течение 30 дней. Как я говорила ранее, при общем режиме налогообложения вы оплачиваете налог на прибыль, налог на имущество и налог на добавленные репуты. При применении упрощенной системы налогообложения вы освобождаете из вклады этих налогов, платите и налог, и упрощенной системе. Условия применения. В налоговый режим общий применяют только юридические лица. И упрощенное применяют при подаче заявлений. Статья 346.13 налогового кодекса определенная подача заявлений. При ограничении упрощенная система налогообложения не могут ли применять филиалы, банки, страховые организации, не государственные пенсионные фонды, инвестиционные, ломбарды, нотариусы и так далее и тому подобное. Условия организации, в числе из которых наемных работников более 100 человек заходов за год, более 600 миллионов рублей. И стоимость основных средств более 100 миллионов рублей. При переменении общего режима налогообложения таких ограничений нет. Виды деятельности вы можете осуществлять без ограничений как на общем режиме налогообложения, так и на упрощенном режиме налогообложения. Налогообложение. При общем режиме налогообложения уплатится налог на прибыль, его объектом является полученная вами прибыль, налог на имущество оплачивается налог на имущество с движимого и недвижимого имущества НДС при реализации товара. На объектах налогообложения при упрощенной системе налогообложения являются доходы, это первый объект, второй объект – доходы, уменьшенные на величину расхода. Налоговая облагаемая плата является для налога на прибыль при общем режиме налогообложения денежное выражение прибыли, по налогу на имущество среднегодовая стоимость имущества учреждения и НДС зависит от особенностей реализации, то есть по приходу входящей НДС и исходящей НДС. Для упрощенного режима налогообложения первым объектом является налогообложение – это доходы, денежное выражение доходов, второй режим, который мы смотрели – доходы минус расходы, то есть доходы уменьшенные на ночного проведенных расходов. Налог на прибыль при общем режиме налогообложения составляет 20%, то есть со всей прибыли вы получили 100 тысяч рублей, вы облагаете его 20% ставкой и оплачиваете эту сумму. Налог на имущество организации платится в размере в Мусской области 2,3%, НДС – 0, это есть определенные товары, которые освобождены, это, допустим, детские товары, 10%, для примера, это молочная продукция, медикаменты и 20%, все, что не попадает под 0 или под 10, попадает под ставку 20%. Для упрощенного режима налогообложения при объекте дохода используется ставка 6%, объект налогообложения доходы минус расходы – 15%. Отчетным периодом по налогу на прибыль при общем режиме налогообложения является квартал, полугодие, 9 месяцев или год. Прибыль у нас предоставляется ежеквартально в налоговые органы до 25-го числа месяца следующего за отчетным. Также она оплачивается в этот же слог. Упрощенное, дальше, налог на имущество организации, также отчетный период является квартал, 9 месяцев, полугодие и год. По НДСу отчетного периода нет, он либо предоставляется ежемесячно, ежеквартально, по-другому никаким образом. При упрощенке мы предоставляем отчетный период у нас 9 месяцев, квартал, полугодие и год. Авансовые платежи при общем режиме налогообложения мы платим по налогу на прибыль, по налогу на имущество, НДС мы не уплачиваем, авансовые платежи уплачиваются также при упрощенной системе налогообложения в те же сроки установки до 15-го числа. Налоговый период по налогу на прибыль, календарный код, по налогу на имущество, календарный код, по НДСу квартал, упрощенный режим налогообложения, код, то есть здесь декларация сдаётся за год. По итогам выхода, то что я и говорила, по итогам года ставится декларация по месяцам и кварталам. Уплата налога на прибыль не позднее 28 марта следующего застекшего налогового периода, то есть 28 марта, 28 июля, 28 октября и 20 января следующего года. Налог на имущество, декларация сроки уплаты устанавливается у нас на местном уровне, но всегда примерно 25-26 числа, то есть в одном и том же временном интервале. НДС не позднее 20-го числа месяца следующего застекшего квартала. Налог по обращенной системе налогообложения уплачивается годовой не позднее 31 марта месяца следующего застекшего года. Введение бухгалтерского учёта и на общем режиме налогообложения и при упрощённой системе налогообложения регулируется у нас законом о бухгалтерском учёте 402-м федеральным законом от 6 декабря 2011 года и обязательно для всех. Налоговый учёт при общей режиме налогообложения ведётся в регистрах налогового и бухгалтерского учёта, то есть там полный учёт. Для упрощённой системы налогообложения ведётся книга к учёту доходов и расходов. По ряду заполнения, который указан в приложении в 3-4 приказа Минфина России, 131 на 22 октября. Для упрощённой системы налогообложения доходы минус расходы налогооблагаемого облада попадаемых под 15% установлен закрытый перечень расходов, указанных в пункте 11 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. По налогу на прибыль. Законами субъектов Российской Федерации установлены, может быть, субъектом от 0 до 18% прибыли. В основном, не всё попадает при общей режиме налогообложения. От налога на имущество организации освобождается. Установлены только организации, указанные в закрытом перечне налогообложения. По ингрессу освобождения от уплаты и льгот нет вообще. При упрощённой системе налогообложения, при налогооблагаемой базе доходы, льгот нет. При доходах, доходы минус расходы, установленной субъектом от 5 до 15% ставка устанавливается законодательством на уровне субъекта. Уменьшение суммы исчисленного налога. При общем режиме налогообложения, по налогу на прибыль, уменьшение нет, налога на имущество нет. По НДС уменьшает сумму, то есть входящий НДС, минус исходящий, остальное мы оплачиваем. Либо юридицу самостоятельно задаёт декларацию, обозначает налог через налоговую инспекцию. При упрощённой системе налогообложения, юридическое лицо, если понесло расходы более половины своих доходов, то оно может уменьшить величину доходов на сумму 50%, но не более этой суммы, при исчислении взносов ПФР, ПСФ и ФОН. То есть это социальные налоги, только при условии, если применяете ставку доходов под 6%. При использовании ставки 15% дохода минус расхода такого преимущества нет. Ну допустим, вы получили доходы на сумму 10 тысяч рублей, вам нужно заплатить предположим 5 тысяч рублей налога на логу, упрощённую часть силы. Если вы произвели расходы на пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОНС в размере 3 тысячи рублей, то из налогооблагаемой базы, которую вы получили 5 тысяч нужно оплатить, вы отнимаете 3 тысячи рублей, разницу оплачиваете в доход бюджета. Вот такие ли будут получаться. При совмещении режимов налогообложения, вы можете совмещать упрощённые с общим и упрощённые с ЕНВД. Переход на системы налогообложения. При применении общего режима налогообложения у вас перехода на ограничения нет. При упрощёнке, при наступлении закрытия отчётного периода, по окончании текущего налогообложения, вы можете перейти на режим налогообложения на общий, либо с общего перейти на упрощённую, только по истечении календарного года. Возврат на систему тоже осуществляется в обоих порядках. не менее чем через год, либо в обязательном порядке на общем режиме налогобложения в квартале, то есть с упрощенного режима налогов, по закрытию года. Применение контрольно-кассовой техники. Если вы работаете с кассовой техникой, то вы в любом случае применяете положение статьи 54 федерального закона о применении контрольно-кассовой техники и совместно с ним используете положение Банка России 32.10, а введение операции с наличными денежными средствами. Здесь вы на основании этого положения Центробанка разрабатываете лимит кассы и в пределах этого лимита работаете с денежными и наличными средствами. То есть если вы лимит не превышаете, значит вы не сдаете, лимит превышаете, сдаете. Я думаю, что у вас применения контрольно-кассовой техники нет, потому что применять ее нужно современную, с использованием каналов связи с МИФНСК. Терминал должен обязательно работать через интернет, отправлять каждый чек. Чек пробили, чек ушел в налоговую инспекцию. Ответственность за налоговые правонарушения, что для общего режима, что для упрощенного режима налогообложения, рекомендируется налоговым кодексом статьями 119, 200, 126, 122 и 123. Что вам выгоднее применять? Общий режим налогообложения или упрощенный режим налогообложения? В налогообложение упрощенное на 6%, 15% выгоднее вам просчитать самостоятельно и определить. С моей точки зрения выгоднее применять упрощенное. У меня на это решение. Коллеги, ну это с точки зрения введения доходной деятельности. Мы сейчас посмотрели при наличии налогов и так далее. Но есть у нас еще и ситуация, когда большая часть некоммерческих организаций не ведет доходной деятельности. То есть пока стояние, то есть в основном это пожертвования, в основном это грантовая поддержка, да, и какие-то иные перечисления, да, которые не попадают в налогооблагаемую базу. В таком случае вот эти все отчетности, они как себя должны делать? В любом случае, когда в грантовой деятельности у вас же есть трудовые, не трудовые, гражданское правовое договор характера. То есть человек пришел вам, построил условно стучи сделан, вы ему оплачиваете за эту работу, за эту работу с правовым характером. Ему также зачисляются все налоги, то есть в НДФЛ вы заплатите, в износы в пенсионный, в износы в ФСФ заплатите. Они никуда не денутся, неважно, ведете вы предпринимательскую деятельность или не ведете. Да, вы не будете платить НДС, вы не будете платить в упрощенный режим. Ну, налоги и публика. Статистику вы тоже сдадите. В пенсионный фонд СЗВ, ТД вы сдадите, потому что человек в работу, пусть он 2 часа в работу. То есть там все равно покажется период, вот при его деятельности. То есть, коллеги, мы все пишем гранты, все выходим на занятия, и всегда у нас сейчас присутствует все-таки оплата тех или иных уступов по гражданскому правовому договору. Где-то по трудовым, где-то по гражданскому правовому, собственно, вот как раз вся эта история тоже там упадает. Поэтому будьте внимательны, и вот эти шпаргалки у нас останутся, будут обязательно на портале на нашем, кому необходимо мы разошли, вот, будет видеозапуск, периодически можно будет к ней подключаться. Вот. И вопросы. Значит, если у вас нету деятельности коммерческой, вы, допустим, покупаете грамотношение, вы все равно это показываете в учете, вы оплачиваете в банк, и, соответственно, у вас возникает правоотношение с юрлифом, это образуется документ выписка банка, в который приложены платежки. Вы тоже должны этот учет ввести, это учет на счете 51. То есть это счеты по банковскому счету. Купили вы материалы, ручки, карандаши, это счет 10. Вы тоже должны этот учет ввести, что у вас пришло, вы купили 10 карандашей, а когда вы используете эти карандаши, допустим, у вас собрали деток, рисовали детки, 10 карандашей вы использовали, соответственно, вы должны их списать в учет. Вот он весь учет. Тут никуда не уйти без бухгалтерского учета. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Давайте в чате посмотрим. Давайте по порядку, да, мы тут так, здравствуйте. 402 ФСС. Да, да, 402, у меня там 4.02. Ага, ошибочка была, понятно, да. Опечатались. Добрый день. Презентацию получить, да, можно будет получить обязательно. У меня вопрос по поводу отчета 4 ФСС. То есть, если у меня нет сотрудников, сдаю ли я отчет. А сотрудники у вас по гражданскому правовому договору есть или нет? Если у вас вообще никого нету, то... А руководитель вопросов, как он работает? Там ниже от... Туда же, да, я загрузил 4 ФССС через госуслуги, ну или вот. Почему-то через 2 дня пришел отказ от услуги. Поэтому надо смотреть с периодом связи. Ага, то есть надо в индивидуальном порядке смотреть, смотреть, а как это происходит. Можно даже звонить в сам ФСС, узнавать, какие причины. Должен быть обязательно протокол дать отчетности. Если протокол есть отрицательный, то там должно быть указано. Он обычно зашифрован, но звоните в ФСС, узнавайте причину отказа. Ага. А если у меня нет пока сотрудников захода, нужно ли что-то платить? Нет. Нулевой. Оплат нет никаких, пока нет движений, пока никого нет. Видно-видно, это нам отвечали. А если я заключаю договор на реализацию сух самозанятых, это расходы? Я не знаю, что это было. Самозанятые. Вообще нет. Как это реализация? Вы реализуете сухи? Ольга Барковская, поясните, пожалуйста, вопрос. Если я заключаю договор на реализацию. Да-да-да, я здесь, меня слышно? Да, вы спросите. Ну вот, мы, например, набираем на программу образовательную обучающихся, то есть это доходы. Не грант, а именно образовательные услуги. И я потом, чтобы заплатить зарплату твоим преподавателям, могу с ними оформляться вот таким образом, как с самозанятыми. Ну, то есть как будто привлеченные, да, привлеченные. Ну, вы им просто оказываете, вы выставляете им счет за оказанную услугу. Да, да. А в этом случае это вот по статьям как рассматривается? Как расходы? Ваши расходы. Расходы, ага. Расходы, да. Ну, то есть в этом случае мне тогда выгоднее на 15% упрощенную? А просчитайте. Надо просчитать? Просчитайте, да. Посмотрите, сколько у вас расходов. Ага. Сколько доходов. Видите, если у вас нет трудовых отношений с людьми, то есть, как я говорила, по поводу налогов, социального и так далее, если вы расходы возьмите, там не можно уменьшиться на величину уплаченных налогов. И просмотрите, сколько у вас нет. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Есть еще один вопрос. Уточните, пожалуйста, если МКО получает грант с метапроектом, необходимо носить такие оплаты налогов? А у вас будет правоотношение с людьми? Кто-то будет оказывать услуги? Наталья, ты? Наталья. Начинаем. Начинаем. Да, начиняем вопрос этого. Смотрите, там, скорее всего, у нас есть социальные выплаты. Да, значит, будет. Да, то есть у нас же есть по зарплате и по договору гражданского права, но там есть ниже статья, как раз, как всегда. То есть, да, выплаты, социальные выплаты на улице. И ее заполняют обязательно в любом случае, что по одному, что по второму. Потому что в договоре у вас будет сумма полностью указана, как вы рассчитываете, сумма зарплаты, которую должен получить работник вознаграждения, плюс налоги, она суммируется, вы получаете сумму указанного договора. А потом с этого договора, вы рассчитываете, что у вас сенсионный фонд на страховую идет 20%, фонд социального страхования 0,2,2,9 и фонд обязательного медицинского страхования 5,1%. Ну, у нас, как правило, там 2 критерии нет, да, там выходит, получается, 27,1. Ну, там пишет, с кем выключать договор, пишет, прошу, что вы хотите такого-то нового, вы будете платить. Коллеги, еще вопросы? Можно микрофон включить? Слышно, да, меня? Да, слышно. У меня в НКО, получается, я один руководитель, сотрудников нет, только есть договора, ну, как заключенные, как волонтеры, они на безвозмездной основе, специалисты работают. Теперь у меня вот вопрос возникает, раз ФСС почему-то отчет отправил назад, ну, я очень долго выясняла, нужен ли вообще отчет, куда идти вообще, это очень сложный момент, у нас свободно. Куда бы ни пошел-то, никто ничего не знает. Ну, вот я, в общем, отправила этот отчет нулевой, но мне через два дня пришел отказ, то есть в сроки я уже, естественно, не уложилась, потому что ответ тоже не сразу пришел, ну, то есть, что вернули назад. Может быть, вернули, потому что мне не надо никакого отчета отправлять, как вообще узнать, если нет никаких сотрудников, нет никаких отношений. А, Патемаша Миловна, давайте мы индивидуально разберем вашу историю, хорошо? Хорошо, хорошо, да. Так, я вас поняла, спасибо. Мне нужно будет отправиться в депутационный номер и отчет, если можно будет, на электронную почту мне отправить, я у вас здесь со своим фейсором поговорю. Может, я что-то не скажу? Услышали, да? Так, напишите, если будет трудность, то можно к вам обратиться в прямом? Можно? Можно, да, да. То есть у нас Вера теперь является консультантом. Она, конечно, услугу галтера, с проработанной себя брать не будет, но консультировать, помогать операциям в некоторых ситуациях, она вам поможет. Вот, поэтому мы уже познакомились, так сказать, да, воочию. Вот, поэтому обязательно поделимся контактами. Телефон, да, прям в чате напишите тогда ответ. Коллеги, запишите телефон Эльвира Владимировна. И как в доме обращаться? Ну, можно в любое время, в принципе, с утра, с обеда, но вечера, часов до пяти. Да, коллеги, если вдруг Эльвира Владимировна не отвечает, вы пишите в WhatsApp, она вам обязательно перезвонит, пишет. Как электронную почту? Да, можно на электронную почту. То есть если вдруг сразу не отвечает, не печаль. Да, поэтому. И электронную почту, то есть нужно. Можно так, нам на МФО 28, если что, уже привычный, да, мы обязательно передадим. Вот, есть у нас еще и проект на сайте, который мы запустили, мы вам тоже рассказывали, ищем ответ. Поэтому если у вас периодически или у ваших коллег возникают какие-то интересные вопросы, которые вы хотите, чтобы мы разобрали коллективно, вот, вы, пожалуйста, нам пишите эти вопросы, и мы будем уже рассказывать. Потому что очень часто истории одни и те же, да, у многих, и вот хотелось бы найти ответ на эти вопросы. А тут будем совместно делиться? Да, так будем делиться друг с другом, и будет жить проще. Коллеги, еще есть вопросы? Если нет, тогда, собственно, мы с вами будем завершать нашу историю. А есть? Все, коллеги, спасибо за внимание. Идем на наших следующих вебинарах. В ближайшее время будем разбирать с вами историю про исполнителей общественно-полезных услуг. Будем разговаривать с поставщиками социальных услуг, соцзащиты. И те, кому это очень интересно, кто работает в этом направлении, смотрите, мониторьте наши новости, старайтесь активно реагировать на регистрацию. Вот, поэтому впереди у нас достаточно большой, интересный блок, как минимум на первую половину июля. Вот, поэтому спасибо, коллеги, за участие. Всего доброго. Попробуем завершить. Субтитры сделал DimaTorzok